мастера красоты для тренировки использую обычные типсы на палках и обязательно конечно же их шлифуйте потому что на глянцевые типсе у вас не будет материал хорошо ложится поэтому и вот здесь еще кстати они часто бывают бракованные в этих местах не забывайте зашлифовывать так зашлифовала типсы стряхнула пыль теперь берем нюд и так как мы решили сначала делать цветом то возьмем красный гирлак нюд я сейчас буду использовать полупрозрачный 69 коде если вам интересно какой именно он не очень плотный то есть если ваша задача полностью закамуфлировать ногтевую пластину он это не сделает но в принципе в два слоя получается камуфлирует и так просто берем и покрываем от кутикулы и вспоминаем схему которую я нарисовала как она выглядит сбоку то есть мы просто сначала равномерно покрываем как это сделать держите кисть всегда параллельно когда вы вот так вот я видела иногда как-то вот так раз делают смотрите что происходит у вас вот здесь слишком тонко то есть вы как бы выдавили материал по бокам и на середину а по центру вообще все лысо кисть держим параллельно и тогда вы сможете обеспечить равномерный нажим и покрываем сверху вниз и вот к низу уже прямо еле касаемся но сейчас у нас голый типс по базе это кстати делать гораздо легче чтобы у нас вот практически он на нет сошел и сушим в лампе я в леди посушу но когда кстати на типсах вы тренируетесь то не обязательно полностью их сушить потому что эта тренировка на клиенте конечно надо полностью пока у меня сушится я капаю на палитру красным это гель-лак тоже кстати из коллекции dance легенд юли белей третий цвет просто красный для френча естественно всегда выбираем плотные цвета для свободного края потому что если цвет полупрозрачный если он пляшит то вам придется делать несколько слоев 23 бывают где даже четыре представьте что такое четыре слоя на свободном крае это толщина это так называемые ногти пирожки и это ногти которые скорее всего сколятся потому что на свободном крае мы в принципе должны делать тоньше а если мы там навалили толщины то скорее всего это сколится так что если видите цвет не плотный лучше используйте его для однотонного покрытия не знаю для дизайна для чего угодно белый плотный мне нравится вот как раз из последних что я пробовала из юлиной коллекции номер один в один он так и называется как раз а нет сейчас будем цветным работать так теперь делаю то же самое но снова второй слой снова подвожу к кутикуле держим кисть параллельно для того чтобы держать кисть параллельно руку клиента вам также нужно взять как бы вот приподнять часто вот я вижу вот так держит вот под сильным углом все также поворачиваете к себе и кисть держим абсолютно параллельно и тогда вам будет легче разровнять и вот к свободному краю прямо вот еле касаясь у нас там будто практически нет материала доводим и сушим достаем значит можно теперь снять липкий слой можно не снимать если вы знаете что вы только учитесь или медленно работаете то лучше снять тогда у вас будет меньше растекаться но на самом деле я вот когда тороплюсь и иногда забываем если честно я не снимаю то есть на носибельность на прочность это никак не повлияет у вас в любом случае все будет держаться и носиться но это для удобства так что если вы начинаете снимаем липкий слой если вы уже профи посмотрим по ситуации от кутикулы снимать совершенно не обязательно вот так где-то от середины и теперь я вам покажу способ который подойдет под короткие ногти для очень длинных в принципе тоже можно кстати использовать такой вариант но удобнее просто делать на средних или коротких так ну во первых иногда бывает да цвета разделяются поэтому убедитесь что он равномерный вот так чуть-чуть перемешав его на палитре кисточку кстати чуть не забыла я использую вот такую номер 5 от юли билей но в принципе можете использовать любую тонкую для совсем коротеньких ногтей вот прямо малюсеньких можно использовать кисть волосок называется совсем тонкой ли страйпер если есть длина то лучше что-то по длине сама длина ворса очень если длинная у вас кисть то новичкам обычно с ней сложно поэтому я советую если вы начинаете попробовать вот такой длины или даже чуть короче и так набираю и у меня чуть-чуть капелька собирается и я ставлю ее по центру и провожу дугу наверх как бы от центра к краю и можно вот так чуть-чуть наклонить точно также вы руку клиента будете наклонять если потребуется чтобы вывести совсем тонкий усик еще вот в жизни опять же когда работаю уже до на скорость я люблю сразу вот так вот еще прочертить как бы боковую сторону и можно вот здесь сделать усик еще острее на типсах это кажется ну зачем это просто нужно взять и закрасить но у нас же там идет валик сейчас я на ногте вам тоже покажу этот вариант и вы поймете на самом деле руках это очень удобно так раз и сделать тоже тонкой кисточкой затем мы берем и переворачиваем типс то есть это будет выглядеть так вот у вас так рука клиенты вот вы перевернули как бы на себя набираем снова ставлю вот эту более жирную каплю в центр но чуть выше чтобы не испортить саму линию и уже вот отсюда провожу такую же дугу потихоньку другую сторону то что у нас получилось мы пишем да получается слева направо то есть нам удобнее движение в эту сторону чем в другую поэтому часто когда рисуют улыбку от одной стороны другой одна половинка получается иначе и вот из такого ракурса мы можем проверить действительно ли у нас симметричные своды кому-то может быть проще так можете снова перевернуть и проверить себя поправить соответственно если что-то не так вот здесь допустим я хочу усик чуть-чуть еще вывести когда вы ведете всегда в одну сторону то вам проще сделать эти два наклона симметричными и здесь соответственно также проводим линию и теперь нам осталось закрасить сделать это можно если здесь маленькое расстояние этой же кистью можно использовать натуральную кисть номер один или полтора натуральную можно взять кисть из флакона но для этого естественно и хорошо вытираем у края и вот здесь особенно важно держать ее параллельно потому что если сделаете вот так все катастрофа будет очень толстой и будут проплешины аккуратно закрашиваем если где-то боитесь подходить близко к валику или что-то оставляете потом тоненько кистью можно доработать торец вот кстати по вопрос за про запечатывание торца если его не запечатать но сделать это базой топом то есть не запечатывать только цветом все будет хорошо держаться и носиться я проверила поэтому я запечатываю в том случае если есть вот докрасили теперь ставлю сушиться одного слоя здесь будет достаточно а нет еще не ставлю смотрите вот здесь чуть-чуть появилась толщина вот это лучше сразу ее увести иначе у нас так и останется такая плюшка на свободном крае вот теперь сушим вот соответственно торец если у клиента свои ногти толстые то есть вы красите красить и вот прям смотрите в торец и там вот эта белая толщина светит особенно когда у нас там цветной френч тогда конечно мы прокрашиваем просто чтобы это красиво выглядело но если ногти тонюсенькие и вы понимаете запечатывает торец цветом вы просто только измажите валики вокруг и все то можно этого не делать все равно будет хорошее сцепление главное сделать это базой и сделать это топом и значит я сделала до напоминают два слоя нюда и получается один слой цвета в зависимости от плотности цвета иногда нужно два слоя например на длинных ногтях я почти всегда делаю два слоя потому что одним не получается просто так хорошо четко проработать даже если цвет достаточно плотный но она коротких и средних ногтях лучше один это быстрее гораздо естественно проще закончилась полимеризация так но давайте для наглядности сделаем еще один слой этот можно было без него второй слой уже идет очень быстро прямо по первому то есть здесь ну можете прям по такой же схеме сначала от центра и в край смотрите еще кстати вот такой момент когда вы хотите сделать четкость улыбки то есть понимаете что у вас проплешина какая-то вот тут пошла не рисуйте сухой кистью вот такой вот на которой вообще нет краски тогда у вас получается от нажатия вы наоборот уведете еще краску то есть прям набираем каплю слишком большую конечно тоже не надо но прям краска должна быть видна гель гель-лак я имею ввиду и вот так вот доводим как бы повторяем контур видите вот я чуть чуть выше взяла соответственно мне вот тут теперь тоже надо подправить можно ли исправить вторым слоем если первый пошел не так можно если у вас достаточно плотный цвет но лучше вот обычно получается первый слой все таки мы делаем основным на него мы тратим больше времени а второй уже такой корректирующий и вот как только я сделала контур также прокрасила бока и кистью из флакона докрашивая остальное перед тем когда красить остальное естественно очень хорошо вытираем кисть у горлышка и держа параллельно и вот если когда вы прокрашивали вот эту границу у вас там собралась толщина вот сейчас мы как раз ее можем увести прокрасила и сушим так у нас готова но давайте покроем топом вот топом можно покрыть без липкого слоя можно с липким вот просто тоненько покрываю топом уже не забывайте запечатывать всегда и сушим мастера красоты профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года присоединяйтесь и и и и и Продолжение следует...